приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала максим юрьевич лазовский также известный как макс или кромой российский криминальный авторитет связаны с руководством самопровозглашенной чеченской республики ичкерия и с чеченскими преступными группировками москвы по утверждению членов его банды был также связан с некоторыми сотрудниками фсб подозревался в целом ряде убийств и других преступлений на криминальной почве в том числе убийстве директора туапсинского нефтеперерабатывающего завода василенко похищение депутата госдумы петрова убийстве банкира кантора и в организации террористических актов в москве в 1994 году обвинялся также рядом лиц в том числе литвиненко и фельштинским а также по утверждению фельштинского самими террористами в причастности к взрывам домов москве и волгодонске в 1999 году максим юрьевич лазовский родился 31 июля 1965 года в грозном после окончания школы переехал в москву где поступил в один из столичных вузов из которого его вскоре отчислили работал в московском гаи середине 80-х оперативные сотрудники милиции знали лазовского как одного из приближенных хожахмеда нухаева чеченского авторитета который потом стал вице-президентом самопровозглашенной чеченской республики ичкерия и контролировал значительную часть нефтяного бизнеса северного кавказа во второй половине 80-х штаб-квартирой нухаева и его людей стал один из первых московских кооперативных ресторанов лазания в этом ресторане лазовский собирал дань с коммерсантов опекаемых чеченской преступной группировкой вскоре лазовский получил свой первый срок когда он освободился нухаев свел его с одними своих помощников со владельцем грозненского нпз атланом натаевым в 1992 году лазовский натаев и коммерсант владимир козловский стали соучредителями фирмы ланако торговавший нефтью и нефтепродуктами название фирмы составилась из первых букв фамилии учредителей по свидетельству козловского натаев и лазовский были связаны с криминальными структурами и в делах фирмы участия не принимали когда и при каких обстоятельствах сам лазовский попал в разработку спецслужб и якобы даже являлся внештатным сотрудником так и осталось неизвестным но то что связи среди фсбшников у него были обширные остается фактом чекистов тогда весьма интересовали процессы происходящие в чечне и одним из источников информации мог стать лазовский на первых порах ведущую роль в группировке играли хожахмет и натаев в банду быстро набрали не менее полусотни бойцов костяк составляли чеченцы и русские практически все они были оформлены как сотрудники созданные чеченцами фирмы ланако охранники референты водители официально фирма занималась торговлей нефтью и нефтепродуктами хотя для бизнесменов того времени вооружена была весьма основательно автоматы калашникова пистолеты стечкина макарова т.т. беретто пистолеты пулеметы агром скорпион и множество другого огнестрельного оружия в качестве прикрытия они использовали фальшивые но довольно качественно изготовленные удостоверения сотрудников группа psy и милиции за годы деятельности банда участвовала во множестве разборок жертвами которых стали десятки человек убивали конкурентов бизнесменов за отказ платить дань несговорчивых чиновников совершали налеты кроме того на их счету два теракта которые имели большой общественный резонанс и по некоторым данным явились одной из причин ввода войск чечню в конце 94 года кстати данное обстоятельство изучалось следствием но какую-либо взаимосвязь между событиями установить не удалось первой жертвой группировки стал предприниматель владимир толмачев его фирма попыталась было перейти дорогу ланако 19 октября 1992 года бизнесмена расстреляли около собственного дома на улице багрицкого киллером являлся роман полонский ближайший подручник лазовского следующим стал уголовный авторитет андрей колесников согласно материалам дела он попытался шантажировать лазовского угрожая раскрыть его преступления колесникова расстреляли прямо в собственной квартире на кировоградской улице 5 марта 1993 года около ресторана разгуляй люди лазовского во время разборки расстреляли 5 человек двое из которых скончались а трое получили ранения в ноябре 1993 года на нижегородской улице бандиты попытались убить директора одного из столичных рынков отказавшегося платить дань рэкетиром однако один из штатных киллеров группировки андрей черенков ошибся и убил другого человека через месяц банда лазовского совершила налет в старом петровско-разумовском проезде на волгу с инкассаторами ау ммст двое охранников были убиты улов банды составил 250 тысяч долларов 4 марта 1994 года в москве в офисе фирмы дагмос на улице казакова разыгралась настоящее сражение между бандой лазовского и членами дагестанской у пг они выясняли отношения по поводу контроля над несколькими коммерческими фирмами в помещении ворвались несколько человек с автоматами и пистолетами прямо с порога они открыли огонь по находившимся там дагестанцам в результате шесть человек были убиты и еще один ранен эта разборка стала одним из самых масштабных столкновений между бандитскими группировками того времени всего же в деле фигурирует более сотни эпизодов одно их перечисление занимает несколько листов впервые правоохранительным органам довелось столкнуться с огневой мощью бандитов еще в 1993 году когда оперативники мура нагрянули с обыском в офис ланака охранники открыли по ним огонь из пистолетов потом задержанные оправдывались тем что приняли милиционеров за бандитов но все равно четверо охранников получили сроки весной 1994 года лазовский и натоев наехали на банк кредит консенсус потребовав от его руководства два с половиной миллиарда рублей за урегулирование финансового спора между банком и фирмой роз мясо молоко в котором они якобы принимали участие разбираться с проблемой банк поручил своей крыши таганской у пг в результате на стрелке трое таганских были убиты вскоре после этого доверительные отношения между лидерами группировки дали трещину они начали подозревать друг друга в воровстве общих денег а вслед за этим банда разбилась на два клана нато его и лазовского спор решили уже привычным способом 5 сентября 1994 года лазовский убил нато его и 2 его телохранителей после этого правда ему пришлось еще выяснять отношения с братом нато его саидом который слишком активно занялся поисками пропавшего родственника чеченцы заманили на автостоянку на улице буракова и расстреляли из автоматов саид впрочем судя по всему ожидал кровавой развязки он яростно отстреливался убив двух противников в том числе и романа полонского лазовскому же долго пришлось убеждать своих чеченских друзей что к смерти братьев натоевых он не причастен видимо убедил поскольку претензии к нему чеченцы так и не предъявили впрочем самые громкие преступления были совершены в преддверии первой чеченской кампании 18 ноября 1994 года был взорван железнодорожный мост через реку яузу на перегоне между станциями владыкина и ростокина окружной железной дороги на месте теракта был обнаружен изуродованный взрывом труп диверсанта андрея щеленкова у него при себе оказались пистолет стечкина поддельное удостоверение капитана российской армии и документы сотрудника фирмы ланако буквально через месяц еще один теракт был совершен на автобусной остановке около станции метро в днх взрывчатка была заложена в автобус 33 маршрута во время взрыва в лиазе находился только водитель дмитрий трапезов он был серьезно контужен только через два года удалось задержать исполнителей теракта владимира воробьева получил пять лет тюрьмы и бывшего водителя полонского владимира акимова вину которого доказать так и не удалось на скамью подсудимых он угодил спустя несколько лет ему были предъявлены обвинения в бандитизме и хулиганстве эти теракты имели большой резонанс до этого трудно было представить что в столице россии может произойти нечто подобное общественное мнение было настроено против чеченцев которых представили организаторами терактов поэтому вот войск чечню не вызвал значительного общественного сопротивления феврале 1996 года сотрудники мура собравшие к тому времени большую базу данных о деятельности банды добрались до лазовского его задержали вместе с водителем марселем харисовым и сопровождавшим их офицером столичного уфсб алексеем юмашкиным последнего вскоре отпустили а бандиты получили по два года за хранение оружия и использование поддельных документов на свободу макс вышел в 1998 году и поселился в роскошном особняке в поселке успенская одинцовского района здесь лазовского в апреле 2000 года и убили киллер расстрелял его из автомата на пороге успенского собора куда макс часто заходил помолиться по словам следователя по особо важным делам моспрокуратуры андрея супруненко расследовавшего это дело доказать удалось лишь небольшую часть совершенных банды лазовского преступлений не исключено что эпизоды деятельности группировки будут всплывать еще не один год заявил он корреспонденту газеты это был канал все тюрьме ставьте лайк подписывайтесь на канал удачи вам удачи вам удачи вам Продолжение следует...